С начала года на линиях МОСТ-Трансавто уже работает более 300 автобусов большого класса. Около 400 среднего, а также порядка 140 малого, где и какое транспортное средство должно быть задействовано, определяется в зависимости от загруженности маршрута и пассажиропотока. Программа модернизации автобусного парка реализуется в регионе благодаря инициативе губернатора Андрея Воробьева. Современные комфортные автобусы – один из ключевых запросов наших жителей. Важно, чтобы транспорт не только ходил четко по расписанию, но в салоне было тепло зимой, недушно летом, было где поставить коляску или самокат, никаких трудностей не возникало у людей с ограниченными возможностями здоровья. Наша маршрутная сеть – крупнейшая в России, она покрывает 80% территории региона. И каждый год мы стараемся модернизировать автопарк. С января на маршруты области вышли уже более 800 новых транспортных средств. До конца года планируем довести их количество до 1300. В Одинцовском округе транспортное обслуживание населения осуществляют 8 транспортных компаний. Их автопарк насчитывает 257 автобусов на 120 направлениях, 54 из которых межмуниципальные и 73 муниципальные. Но высокий уровень перевозки пассажиров зависит не только от количества и качества машин. Жителей области волнуют схемы движения автобусов, их согласованность с расписанием электричек. Сегодня попрошу сделать акцент на как раз анализе жалоб, что именно не устраивает людей, какие меры предпринимаются перевозчиками, чтобы улучшить ситуацию, какие еще нам необходимо сделать шаги в этом направлении. В целях контроля качества предоставления услуг по перевозке проводятся совместные проверки администрации и региональной пассажирской инспекции. Телеграм-каналы Одинцова транспорт и горячая линия в режиме реального времени передают жалобы, в том числе на поведение водителей. Применение системы РНИС позволяет отслеживать движение автобусов, нарушение схем или проезд остановок. В соответствии с поручением Министерства транспорта Московской области администрация с мая месяца проводит совместные проверки с контролирующим органом ГКУ АПИ, административно-пассажирская инспекция. Волонтеры и сотрудники администрации помогают инспекторам проверять работу терминалов, наличие билетов, презентируют пассажирам о правилах проезда в автобусе. Благодаря модернизации автопарка в Одинцовский округ передали 29 новых автобусов. Из них 14 среднего класса, 10 большого и 5 малого. До конца сентября планируется получить дополнительно 4 автобуса большого класса и 6 среднего. Водители преимущества новой техники уже отметили. Кондиционеры работают, сиденья удобные, низкие полы, подниматься хорошо пассажирам удобно. Устали автоматы, коробки. Водитель меньше отвлекается на переключение передач. В автобусе очень много видеокамер оборудовано. Я обслеживаю в салоне закрытие и открытие дверей, кто вышел, кто зашел, чтобы не зажать дверями и не тронуться преждевременно. Новые автобусы соответствуют всем современным требованиям. Оснащены стационарными валидаторами для бесконтактной оплаты проезда, двойными стеклопакетами, системами аудиоинформирования и климат-контроля, электронным маршрутоуказателем, пневматическими подвесками и двигателем стандарта Евро-5. Для удобства маломобильных пассажиров встроена механическая аппарель, а в салоне есть место с креплениями для инвалидных колясок, оборудованное кнопкой связи с водителем. Преимущество новой техники оценили и местные жители. Сейчас лучше стало, чем меньше. Раньше мы могли за 40 минут, за 50 минут убираться. Сейчас это занимает минут 20. Вот мне от города вторых 20 минут занимает работу доехать. По мере необходимости в округе появляются новые направления и увеличивается количество единиц техники на линиях. Отслеживать маршруты пассажиры могут в мобильных приложениях. Больше одного миллиона жителей уже почувствовали изменения.